Мы продолжаем отвечать на вопросы наших пользователей портала Exeged, которые волнуют наших с вами братьев и сестер. И один из таких вопросов, наверное, очень волнительный, требовательный, заданный нам, мы сейчас и озвучим. Как совместить прескуранты на требы с евангельским даром получили, даром давайте. Храмовая торговля – это тоже торговля, которая преследует ту же цель – прибыль. Почему не вести торговлю честно, не прикрываясь словом пожертвования, показывая пример честности? Мы, дорогие братья и сестры, затрагивая этот вопрос, должны немножечко его посмотреть, естественно, в контексте Священного Писания. Сейчас я не буду приводить те цитаты из Священного Писания, хотя, в общем-то, мы с вами могли бы и обосноваться на десятине, которую Ветхий Завет вменяет обязательно членам иудейского общества в исполнение. Причем мы с вами прекрасно знаем, что, допустим, западные конфессии, протестантские конфессии на это очень внимательно смотрят. На десятину участвуют, не участвуют их прихожане в именно этой десятине. Есть государство, ну, допустим, Германия, в законодательстве которой даже есть десятины на религиозную, в общем-то, деятельность. Там не десять процентов, там другой, в общем-то, налог по усмотрению этого человека, того или иного, может быть заплачен. В общем-то, после чего государство и обеспечивает содержание тех или иных конфессий, которые присутствуют в его государстве. Я знаю случаи, когда, допустим, члены иудейской общины, не разделяя взглядов в Германии именно своей общины, все равно платят этот налог, чтобы поддержать общину, которая им, в общем-то, помогла переехать на постоянное место жительства в Германию. Вот даже и такие есть. Но, говоря о финансовых средствах в церкви, мы должны посмотреть, а были ли у Христа финансы во время его земной жизни. И, открывая Священное Писание, мы с вами столкнемся, что, оказывается, были. Были эти финансы. И мы несколько раз за жизнь Спасителя встречаем описание того, что у него были финансы, и были, в общем-то, финансы, как мы понимаем, не очень такие маленькие. Ну, допустим, насыщение хлебами пяти тысяч человек. Когда Господь говорит, что уже давно находятся при мне эти люди, и проголодались, и надо их накормить. Тогда апостолы сначала предложили отпустить этих людей, а Господь им говорит, что вы должны их накормить. И тогда, естественно, по человеческому разумению, как точно задан этот и вопрос, апостолы предлагают Спасителю пойти в ближайшее селение и купить на 200 динариев. Это очень серьезная сумма для того времени, которая могла бы накормить пять тысяч человек, кроме женщин и детей. Ну, в нашем храме иногда устраиваются такие всеобщие, скажем так, трапезы. Когда мы после службы, у нас есть большой казан на 220 литров, и вот мы его готовим. Иногда плов, иногда какие-то каши, иногда бульоны. Допустим, на Рождество мы все вместе после ночной службы выходим, каждому стаканчик с бульоном для разговления. И вот мы еще какое-то время, час-полтора после службы на улице вокруг храма общаемся. Такая всеобщая трапеза. И как настоятель, который подписывает разные документы, я понимаю, что это существенная затрата для нашего бюджета, но мы идем. Хотя, в общем-то, не так уж много человек, около тысячи человек получается вот так угостить. А Спаситель предлагал пять тысяч человек, кроме женщин и детей, накормить апостолом. А они сказали, что пойдем в ближайшее селение и купим на определенную сумму. Значит, были в общине апостола уже определенная какая-то сумма. Дальше уже на Тайной вечере мы читаем у Иоанна Богослова, что этот ящик с пожертвованиями или с какими-либо другими доходами был вручен Иуде. Что у него этот был. И он даже не просто занимался хозяйственным обеспечением общины Христа, где что поесть, где переночевать. Они все-таки были странствующими людьми, на чем переправиться и так далее. Все это, естественно, не просто так мы можем с вами увидеть и разуметь. Но он оттуда еще и приворовывал, потому что тогда уже Иоанн Богослов говорил, что он был вор. И когда Господь ему напрямую говорит, что иди и делай, что задумал, то все подумали, иди и что-нибудь или купи к столу. Или какой-либо сюрприз, наверное, потому что Господь говорит, иди и сделай, что задумал. Или дай нищим. То есть тоже от такого избытка благотворительность она присутствовала у Христа. В Евангелии самое главное не то, какими средствами было достигнуто то или иное поступок, а то, как это средство повлияло на состояние, в общем-то, других людей. И, естественно, в этом мире Господь оставляет церковь свою, которая живет по законам того общества, в котором она находится. К примеру, греческая православная церковь, она является составной частью государства. Православие является религией государственной. И, естественно, церковь там находится на полном обеспечении у государства. Священники получают зарплату от государственных органов, на которые, в общем-то, живут. Мы же никто с вами не отрицаем, что и нам с вами нужна, в общем-то, зарплата. Даже или пенсия. Мы помним, когда нас урезали в пенсионном возрасте, сколько было возмущений, сколько было, скажем так, неприятий всего. А мы прекрасно знаем, что не во многих странах мира вообще существует пенсия, которая есть. То есть, когда речь идет о каком-то благополучии другого человека, мы здесь всегда хотим, скажем так, чтобы нам показали дебет с кребетом, как он сойдется, не сойдется, и, в общем-то, посмотреть внимательно, правильно или неправильно этот человек, в общем-то, приобретает эти средства к существованию. Храм, церковь, о которой идет речь, не лишена всех тех же налогов, которые возложены на и граждан, и на предприятия. Совсем недавно только, допустим, за отопление храмы стали платить не как заводы, а как, в общем-то, социальные учреждения. Тариф точно такой же, как и для граждан нашей России в плате храма, и многие храмы, в общем-то, особенно деревенские, вздохнули, что неподъемные суммы до этого были, сейчас более-менее все это уменьшилось примерно в половину, это достижение, в общем-то, переговоров с законодательной государственной властью нашей церковной иерархии. Мы также с вами видим, что нам очень хочется прийти в благоукрашенный храм, в храм, в котором тепло, уютно, чистенько, аккуратненько, в храм, который занимается благотворительной деятельностью, в храм, который ведет большую социальную нагрузку, открыто воскресные школы, допустим, чтобы наши дети учились в воскресных школах, за хорошими партами сидели, а может быть, даже после литургии их чем-то покормили, угостили и так далее, чтобы они, скажем так, не на голодный желудок побежали постигать истины Христа, ведь об этом тоже заботился и Господь, как мы уже с вами говорили, что надо и накормить приходящих. И, естественно, есть как бы два пути хозяйственной деятельности храмов. Первый путь, когда складывается община, когда община берет на себя полностью всю хозяйственную деятельность прихода. Допустим, актив. Каждый месяц собирается, в этот актив могут входить все те, кто готов участвовать в хозяйственной, финансовой и духовной жизни прихода. Собирается актив, и ему предоставляется, скажем так, возможность решить те или иные финансовые затраты. Ну, к примеру, прохудилась крыша, и надо собрать, допустим, деревенскому храму миллион рублей на железо для того, чтобы покрыть крышу. Еще примерно полмиллиона, я говорю сейчас вам реальные деньги, вот зная один деревенский храм, который сейчас стоит перед этим вопросом. Еще полмиллиона на работу, и примерно 200 тысяч на сопутствующие материалы поменять. Стропила, гвозди, там еще какие-то парализационные материалы и так далее, там подобные, утеплители, еще что-то такое. В общем-то, набегает еще один миллион, ну, примерно где-то 2-2,5 миллиона. Вот им надо на то, чтобы храм не разрушился, исторический памятник, который не имеет такого федерального статуса, а не только региональный статус. И чтобы немногочисленные прихожане, которые ходят в гигантский храм, могли бы, скажем так, молиться, могли совершать какие-то праздники, там подобное. То есть община собирается, соответственно, и распределяет. Я могу нести столько, я могу нести столько, и так далее, там подобное. Вот, а в конечном итоге председатель этой общины говорит, что, я прекрасно понял, что вы можете, нам еще не хватает 70% того, что вы распределили. Поэтому ты берешь на себя не 10%, ты можешь, в общем-то, помочь, а 30%, ты берешь на себя столько, ты берешь столько-то. Где мы с вами найдем эти средства, в общем-то, нас друг друга не должны волновать, мы должны это сделать. Ваши радости, можно так заключить, это наши радости, а ваши трудности, это только ваши трудности. Это одна модель, скажем так, существования прихода. По такой модели существуют западные храмы Русской Православной Церкви. Ну, не только русские, зарубежные, Русской Православной Церкви за рубежом также существуют такие храмы. У нас сложилась немножечко другая модель. Она тоже имеет место быть. Вся хозяйственная деятельность возложена на настоятеля. И он в одном лице, в общем-то, занимается этой хозяйственной деятельностью, чтобы был вертеп красивый. Чтобы, скажем так, все, был почищен двор, чтобы было оплачено отопление, проплачено электричество, чтобы любые какие-то хозяйственные нужды, в которых принимают участие люди, да, все наши там люди, они могли этим заниматься профессионально, а не по остаточному принципу. Я приду, помою полы не тогда, когда я захочу, да, а тогда, когда, в общем-то, это нужно. Это называется профессиональная деятельность человека. То есть мы с вами уже возмущаемся, когда у нас в подъезде не помыли пол. Мы говорим, что ж такое, что ж трудно помыть, мы же там за это, в общем-то, платим, и наши возмущения совершенно верны. Вот такая же хозяйственная деятельность, она возложена и на настоятеля, который должен обеспечить и зарплату всем людям, которые трудятся на благо храма. Все, которые, в общем-то, нанесет приход в результате его жизнедеятельности, первостепенные, второстепенные, все, что обязаны перед, скажем так, прихожанами, да просто вывести мусор. Вот мы сейчас столкнулись с такой проблемой, вот наш приход, идет реорганизация этой мусорной системы у нас во всей стране и в Москве в частности. Один оператор его отстранили, а второй еще не вступил в должность. И вот уже на протяжении месяца мы в личном плане должны вывозить мусор, который, скажем так, собирается в большом обилии, ну, даже елки после Рождества. Как вывезти? Без мусорного контейнера не вывезешь. И когда обращаешься с просьбой к прихожанам помочь, не каждый человек может откликнуться, потому что не каждый способен взять и вывезти куда-то елку, правильно утилизировать, не просто по дороге выбросить ее где-то по дороге, а там, где, в общем-то, это можно совершить. И вот таких вопросов, таких хозяйственных нужд очень много, поверьте. Для того, чтобы приход жил полноценной жизнью, посмотрите на свой дом, на свою квартиру, на свою семью и умножьте на то количество людей, которые ходят в храм. И эти проблемы, которые вы успешно решаете у себя дома, точно так же в таком же многократном увеличении будут вставать и перед хозяйственной деятельностью храма. Не думайте, что мы от всего освобождены. Нет, мы те же платим социальные налоги, мы платим те же, в общем-то, зарплаты, которые необходимо платить, и они должны быть более-менее достойные, эти зарплаты. И поверьте, что в интернете вы часто встретите, что вот если построили храм, то значит, где-то не построили детский садик. Это не так. Государство не имеет попечения ни в одном бюджете ни одного государства, нет строки строительства храма, нет строки заботы о церкви. А как и другие организации, церковь платит все те же самые налоги, которые платит и любая организация, завод и так далее, и тому подобное, кроме земельного налога. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание, вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал Икзегет приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...